Почему не нужно покупать дешевую кукурузу, а лучше взять маленькую, но большую. Две банки кукурузы, дешевая кукуруза, масса 300 грамм и дорогая кукуруза известной марки. Это масса 170 грамм. Сейчас откроем их и посмотрим. Сразу скажу, что эту банку нужно открывать ножом, специальной открывашкой, эту можно открывать без ножа. Сейчас сольем сначала жидкости и сравним жидкости какие-то. Обратите, сколько жидкости идет в дешевой банке, то есть полбанки получается жидкость, грамм 150 кукуруза здесь реально. Сколько жидкости в дорогой банке. Сейчас я вложу в тарелку и сравним. Так, что интересно, объем кукурузы у нас практически одинаковый. Но плюс ко всему, если здесь мы посмотрим кукурузы известной марки, как бы на чистая, хорошая. Ну вот, один кусочек попался. Не очень, да? То здесь куча ошметков каких-то непонятных. Вот ошметки. Вот ошметки. Вот ошметки. Вот ошметки. Это тоже непонятно. Короче, по-хорошему, от кукурузы еще перебирать нужно. О, черная какая-то. О, кукуруза с черной. Так что вывод какой можно сделать? Убирайте сами. Либо вы покупаете какую-то дешевую непонятную марку, где половина воды. Либо баночка поменьше, но в жидкости практически нет. Ну и качество как бы. Вот это вот известная марка. Это вот неизвестно. Выбор за вами.